Веселый Роджер Игра оказалась очень динамичной и разноплановой в плане тактики, движений, стрельбы и прочего. То есть мы столкнулись с определенными трудностями в плане взаимодействия, но при этом мы все равно под конец кооперировались и уже начали действовать сообща. Это дает тебе возможность ознакомиться с какими-то подразделениями, видами вооружения, которые ты мог раньше в обыденной жизни и не знать. То есть другой момент это ознакомление с основами тактики, то есть как нужно двигаться в тех или иных местах, в помещениях, на улице, в других местах. Ну и также определенные навыки стрельбы, то есть как правильно держать оружие, какие изготовки и прочее. То есть это позволяет так или иначе развиваться, скажем так, в военно-прикладном деле. Конечно, есть свои особенности, опять же, что отвечает от реального боя. Военно-тактическая игра – один из пяти этапов марафона «Победа молодость-весна», который ежегодно проводится региональным центром патриотического воспитания молодежи. Идет прежде всего игра. Но игра идет какая у нас? От простого к сложному, от навыков к умениям, от игры к действиям. Кто его знает, как оно будет все в реальной обстановке. Но в любом случае мы должны учиться военному делу настоящим образом. Хотя мы только еще пока осваиваем, будем так говорить, честно признаемся, азы военного дела. Мы должны знать, во имя чего мы проводим этот марафон, во имя памяти тех, кто не пожалел своей жизни, во имя того, чтобы мы с вами жили на планете Земля. В рамках марафона прошли также дебаты и соревнования по пулевой стрельбе. Эти этапы состоялись в конце марта и середине апреля. Одним из самых спортивных испытаний стал военно-полевой выход. 30 апреля на территории Омского автобронетанкового инженерного института участники 15 команд состязались в силе, ловкости и меткости. Летание осуществляется на дистанцию 25 метров. 25 метров здесь отчитаны расстояния шлажки 5, 10, 15, 20, 25. Крайний флажок 30. Попадание волокопа, оценка отличная. Перед габаритом оценка, как говорится, за габаритом оценка хорошо. Продолжение следует... Понравилось здесь, в принципе-то все этапы довольно интересно. Прорабатывают все группы мышц, уже все устали. А еще бегать. Готовимся мы на тренировках в спортивно-патриотическом центре. У нас есть довольно большая материальная база. Это различные автоматы ММГ, точно такие же. Снаряжение магазинов точно так же проходит. И, конечно, физическая подготовка. За пацанов переживали, смотрели на них, сердце останавливалось, поддерживали. В общем, команда сплочается, конечно. Это прям здорово. Завершился патриотический марафон «Победа молодость весна» 6 мая в поселке Черемушки. Студенты омских вузов и СУЗов вместе с ветеранами боевых действий, представителями региональной власти и общественниками приняли участие в торжественном возложении цветов к мемориальному огню в память о погибших воинах. Все в праздничном настроении. Ну и плюс само место располагает к этому. С этого места на этом месте формировались части, которые отправлялись на фронт во время Великой Отечественной войны. Поэтому здесь стоит этот целый список воинских частей, которые отсюда ушли. В рамках празднования Дня Победы в парке 14-го военного городка прошла акция в лесу при фронтовом. И поселка мюнга, и прежняя, и все от меня, и у нас, 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 и у нас. А на импровизированном поле сражения реконструкция боя у крепости Перемышль. Здесь же состоялось награждение победителей и призеров патриотического марафона. Сибирская региональная школа бизнеса заняла третье место среди команд средних специальных учебных заведений. На втором – студенты Омского промышленно-экономического колледжа. Победителями стали учащиеся Омского педагогического колледжа номер один, которые лучше остальных справились с четырьмя этапами марафона. Мы были дружными, смелыми, эмоциональными, поддерживали друг друга, поэтому мы победили. Помогли педагогические навыки, например, в дебатах. Мы могли подстоять с педагогической точки зрения, аргументы какие-то подобрать. Среди представителей высших учебных заведений третье место заняла Омская академия МВД России. Студенты Сибирского юридического университета стали на патриотическом марафоне вторыми, а самыми сильными, ловкими и выносливыми оказались учащиеся Омского государственного технического университета. Больше всего понравились нам полевая стрельба, а также это лазертак. Но помимо полевого выхода, конечно, все было очень замечательно. Полевой выход был достаточно тяжелым, но мы преодолели его, заняли первое место. Всем очень понравилось, все устали, но эта усталость была очень приятная. Редактор субтитров А.Семкин